Рубрика «Вечернее интервью» и сегодня гость в студии Первого Балтийского канала министр иностранных дел Латвии Гирд Валтес-Крестовскис. Господин министр, спасибо за видеть нашу студию. Предвыборное время, накопились вопросы, и вообще вы впервые у нас в студии. Спасибо за то, что нашли время прийти сюда, хотя вот только что... Подвес поразительно. Хотя только что вы вот у меня за кадром, я приоткрою тайну, сказали, что в общем-то вы прекрасно понимаете, что наша аудитория не ваш электорат, но ввиду уважения к СМИ, к нашему каналу, все-таки приняли решение прийти и ответить на наши вопросы. Я бы хотел сказать так, неправильно представление обо мне, как о человеке, который говорит только с латышской аудиторией. Нет, я говорю с любым человеком, независимо от его национальности. Разумеется, я сам латыш, и меня интересует будущее латвийского государства. Но с любым человеком, который готов со мной разговаривать. Я готов это делать. Итак, вопросы. Самое свежее заявление, которое я услышала, это о том, что вы считаете, что и при следующем правительстве, не важно, кто будет возглавлять, тут теперь трудно говорить, потому что рейтинги говорят о том, что, возможно, у нас лидер рейтингов далеко не вену от Иба, и шансов у других партий занять премьерское кресло куда больше пока. Но вы считаете, что все-таки постминистры иностранных дел должны полагаться правым силам. Почему именно правым? Потому что латвийское государство – национальное государство, и целый ряд вопросов, связанных с недавней тоталитарной историей, отношение к этим вопросам, интерпретация оккупации и устранение ее последствий, их лучше всего понимает тот народ, который 50 лет провел в режиме оккупации. И принимая во внимание, что в выборах принимают участие силы, для которых эти вопросы трудны, есть сложности в их формулировке и понимании того, что произошло во время Второй мировой войны, было бы довольно странным, если бы внешняя политика Латвии изменилась бы и появились бы какие-то интерпретации, не имеющие отношения к будущему Латвии, как национального и долговременного государства. Но тот же Центр согласия предлагает просто на время, на три года, заморозить эти вопросы, не говорить о том, что у нас намного более актуальные экономические проблемы есть. Почему вам не нравятся их позиции? Почему вы не готовы просто сделать мораторий? Почему должен быть мораторий, объявлен в вопросах, которые и так ясны, которые понятны для всей Европы. Я был депутатом Европарламента, руководил такой депутатской группой, которая называется Common Europe, Common History. Всем все ясно, что произошло и в связи с этим, какой мораторий. И даже если мы смотрим в российском направлении, президент России Медведев с тогдашним президентом Латвии, за Ларсен договорились о том, что надо начать совместную работу историков. Что там можно заморозить? В вопросах, о которых, конечно, надо говорить и с историками. С Россией труднее говорить, но здесь, в Латвии, все ясно. К вам к России, и, господин Медведев, мы еще вернемся. Вы, говоря о том, что пост министра Голослава должен остаться за правыми силами, имели в виду и себя, потому что вы говорите о том, что вы считаете за те 10 месяцев, что проработали на этом посту, мы не сделали ни одной ошибки. Вы хорошо себя чувствуете, но в то же время вот другой кандидат на пост министра иностранных дел от партии Реформ Шлессерса, Янис Юркенс, говорит, что ни один дипломат не может говорить таких фраз и критикует вас за то, что вы себя хвалите. Что вы могли бы ответить господину Юркенсу? Я себя не хвалю, но в любом случае мне нечего стыдиться работы, которую я проделал. Ведь в своем интервью я сказал, что лучше всего ее характеризует общая работа иностранных дел. И вы можете назвать какую-нибудь ошибку, невыполненную работу, проблему, но заканчивая с Юркенсом, в любом случае я не буду использовать его высказывание, которое он применяет к себе. «I am the best». Так не говорят. И если он сам так высказался, то кто ему дал право говорить что-то обо мне? Ну вот вы сами задали мне вопрос по поводу возможных ошибок. И вот вернемся к визиту в Москву, когда господин Заттер в декабре месяце составил большой делегации и ездил туда. Я сама была в качестве журналиста и присутствовала во время подписания многих договоров. И один из договоров подписывал с российской стороны министр иностранных дел господин Лавров. А с лавровской стороны вынужден был подписывать, если не ошибаюсь, министр внутренних дел Лейнда Мурнец. Мне казалось, что вот то место, то кресло, которое заняла Лейнда Мурнец в Москве, вообще-то по-хорошему должен был занять министр иностранных дел Латвии. То есть вы. Почему вас не было в Москве? Эти разговоры о том, что это не того уровня встречи были, как-то выглядят неубедительно. Нет, никаких таких разъяснений не было о том, что это не соответствующая встреча или уровень. Традиции латвийского государства таковы, что министр иностранных дел с президентом страны в двусторонних визитах не участвует. Президент государства представляет страну в иностранных делах, и это наша философия. И такое исключение с тех пор, как Латвия обрела независимость, за 20 лет произошло, возможно, только один раз. Но все-таки это был случай, вы сами его сказали. Почему бы это не мог быть случай в Москве? Ведь этот визит очень долго ждал. Это была позиция президента страны. Президент страны был уже 4 года на своем посту. Он так считал, что никаких отклонений от прежних традиций не нужно. И я принял это его предложение. Нет сомнений, мы эту тему обсуждали в министерстве иностранных дел. Но и предложение персонала мне, как только что, в тот момент заступившему на пост человеку, рекомендации были, что в этом визите внешнюю политику Латвии представляет президент страны. И, конечно, человек, прежде всего того, что это было, что в этой визите арполитически Латвии представляет президент страны. Тем не менее, наш большой восточный сосед с ним... И, между прочим, разве ошибка? Я не знаю. Мне казалось, что вы должны были присутствовать на этой известной встрече. И все же продолжим про Москву и про Россию. Вопросов, которые нужно решать у нас совместных много. Опять-таки, та же комиссия историков. Вы не рассматриваете возможность своего личного визита без президента в Москву? Накопились ли вопросы? Ведутся ли переговоры? Или вы не рассматриваете свой визит в Москву нужным и значимым? И смотрите на визит в другие страны? В Америку, в Китай? Куда еще смотрит наш министр иностранных дел? Я думаю, что такое время обязательно придет, когда министр иностранных дел сможет отправиться в Москву. Но в порядке очереди министру иностранных дел России надо бы погостить в Латвии. И вопросы, которые есть между Латвией и Россией, решаются. И думаю, что отношения достаточно конструктивные. У меня был очень хороший разговор с господином Лавровым в начале нынешнего лета в Осло. Мы говорили о целом ряде вопросов, которые необходимы для того, чтобы продолжать наши отношения. В том числе и о необходимости начать совместную работу комиссии историков. Говорили о наших интересах в сотрудничестве с Россией для того, чтобы способствовать предпринимательской деятельности. О вопросах транзита. То есть вы говорите о том, что у вас нормальные рабочие отношения с министром иностранных дел России, и в этом не видите никакой проблемы? Я думаю, что любой вопрос, если он появляется в нашей повестке дня, мы готовы решать. Будь то вопросы сектора безопасности, вопросы хозяйственно-экономического порядка, дипломатические вопросы, вопросы недавней истории. Мы открыты для России. Анализируя те 10 месяцев вашей работы, не могу не вспомнить скандальную историю с доктором Слотисом. Безусловно, она никак не связана напрямую с вашей работой, но это сказывается на имидже министра иностранного дела, всего министерства. Вы продолжаете все сотрудничество с доктором Слотисом? И вообще деньги ему вернули, как это было заявлено? Вопрос о товарищеской переписке, которая имела место несколько лет назад. Не идет речь о моей деятельности в тот период, а о моем комментарии по поводу целого ряда вопросов. Одном комментарии в нескольких предложениях, в которых, между прочим, Слотису был выражен упрек, а не поддержка. У него было около 50 вопросов, которые он упомянул в одном списке. Журналисты или мои недоброжелатели, которые хотели нанести мне политический вред, придумали, что мой ответ связан с одним из его 50 утверждений. Это показывает просто то, насколько нездоровы в своих мыслях были те люди, которые этот вопрос подняли на уровень скандала. Я к этому не имею никакого отношения. Слотис, конечно, был исключен из нашей партии. Хочу сказать, что, создавая гражданский союз, мы выдвинули очень большую цель. И также, создавая единство, охватить по возможности более широко общество и попытаться объединить людей с различными взглядами, уменьшить разногласия. Оказалось, что это очень трудно, и не со всеми людьми можно достичь результата. Сделать это трудно. С какими-то людьми со временем приходится и расставаться. С теми, которые вступили в политику, вступили как простые члены, как сторонники. И в результате проявляется то, что они не соответствуют тем ценностям, которых придерживается руководство партии. И по следующему результату, то это сделать и срежет. Спасибо. Следующий вопрос у меня будет о том, что... Кстати, опять-таки, возвращаясь к оценке вашей работы, вот у меня лежит статистика на опрос компании ТНС. Вы с господином Камперсом два самых непопулярных министра. Самую высокую оценку получил Валдес Домбровский с премьер-министра. А вот вы с господином Камперсом получили около трех баллов по десятибалльной системе. С чем вам, кажется, связана такая низкая оценка? Люди читают не те СМИ, не делают неправильные выводы? Нет. Я думаю, что против меня в течение этого года, особенно в первые месяцы моей деятельности, была развернута широкая критика в масс-медиа. Я думаю, безосновательная. Ведь я был председателем единства. Мы победили на выборах. В наших руках нет средств массовой информации. Масс-медиа находится в руках тех людей, которые выборы проиграли, которые участвовали в «За лучшую Латвию». Вы хотите сказать, что это месяц была? Я думаю, что в большей мере это было и противодействие мне, как сильному политическому деятелю, который долгие годы работал в интересах латвийского государства и в своей работе достиг результатов. Вы можете оценить мою политическую деятельность, начиная с того времени, когда я голосовал за независимость Латвии. Создал ЗМС Ардзе, привел Латвию в НАТО, был депутатом Европарламента, одним из самых популярных. Создал политические силы, чтобы углубить здесь демократию в соответствии с требованиями Евросоюза. Выиграл на нескольких выборах. И в результате та сторона приложила много усилий, чтобы такого политика, как я, не победив в борьбе ценностей, победить предательскими методами. Выиграл на нескольких методах, которые были измагрированы. Вы же сами вспомнили свою работу на другом посту, на посту министра обороны. Вы вспомнили о том, что создали ЗМС Ардзе. У вас есть сложные отношения с господином Пабриксом, который когда-то был министром на странах дел, а теперь министра обороны. И вот даже в какой-то момент были публикации в прессе, что вы обидели, что журналисты часто обращаются к господину Пабриксу, прокомментируя какие-то внешнеполитические моменты. У вас до сих пор сложные отношения с господином Пабриксом? Нет, у меня нет никаких сложных отношений с Пабриксом. Я только хочу сказать, что многим непонятно или создается мнение, что кто-то другой может быть более подходящим или лучшим министром иностранных дел. Я хотел бы сказать, что мне, как председателю единства и создателю одной из трех партий единства, который был лидером рижского списка, полагается участвовать в работе правительства и, возможно, выбрать должность на посту одного из министров. Оборона, в которой я 20 лет своей жизни провел и на международном уровне много и широко работал, в самом прямом виде, связанном с иностранными делами. В Европарламенте я также работал в комиссии по иностранным делам, руководил рядом вопросов, которые самым тесным образом были связаны с иностранными делами. Был членом правления ряда международных организаций. Почему бы мне не быть министром иностранных дел? Я не случайно спросила господина Пабрикс, потому что сейчас Латвия уже готовится к 2015 году, когда мы на полгода будем, Латвия будет президентствовать в ЕС. И уже создана рабочая группа кабинета министров по подготовке к этому серьезному мероприятию. Безусловно, эту группу возглавляется, насколько я понимаю, вы как министр иностранных дел, но как по сопредседателям этой группы есть, опять-таки, фигурирует господин Пабрикс. Вот злые языки говорят о том, что якобы ему дали вас в помощники, боясь, что вы можете завалить этот процесс. Как бы вы могли прокомментировать эти слухи? Нет, ну это просто смехотворное утверждение. Разумеется, я опять хочу сказать, что если кому-нибудь нравится сеять в общественном сознании что-то негативное, или пытаться сказать, что Крестовский сне дееспособен, тогда такие сведения пытаются распространять. Это не имеет никакого отношения к действительности. Разумеется, я руковожу министерством иностранных дел, и мы шаг за шагом готовимся. Этой осенью мы начали работу. Сегодня на заседании правительства мы говорили о необходимости разработки информационной системы, системы оборота информации. Конечно, распределены обязанности. Часть обязанностей, связанных с техническим обеспечением, осуществляется под руководством премьер-министра. Премьер назначил господина Пабрикса. Но всем, что связано с политической стороной этого вопроса, всем руководит Министерство иностранных дел. Так это принято, так это делают и другие страны Евросоюза. Нет ни малейших сомнений, что Латвия будет готова, и Латвия будет подготовлена. И мы с честью будем представлять страну президента Европейского Союза в том статусе и в той готовности, какие будут необходимы. Я надеюсь, что так оно и будет. Вопрос о социальных сетях. Вот многие политики очень активизируются, особенно перед выборами. Есть политики, которые регулярно ведут блоги на Фейсбуке, в Твиттере, кому что удобнее. Вы пользуетесь такой возможностью?